Друзья, хочу представить вам канал, который создали юристы Антон Сарвачев и Анна Таковая. На своем канале они проводят психо-юридический анализ топовых российских блогеров. В одном из видео анализу был подвергнут Дмитрий Шилов, канал Reddison. В ходе анализа юристы высказали личное отношение к Шилову, провели его психологический анализ и правовой анализ деятельности канала Reddison. Также Дмитрий Шилов был подвергнут анализу по методике Чезары Ламброза. Ссылка на канал в описании, заходите. Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем наш кулинарный поединок. У нас кто борется? Костя и Максим. И Максим. А ты что? А я оператор, я же... Хоть ты пей не оператор, я оператор. Я не пью, так что я оператор. Для чего мы сюда сегодня собрались? Для того, чтобы приготовить ужин холостяка. Холостяк здесь у нас один, вот в майке Рамонис. Да, Рамонис. В первую очередь аскетизм. Аскетизм. Меня вот всегда называли аскетом. Вот я аскет по натуре. И я хочу дать небольшую отповедь тем, кто готовит разные блюда. Там, Вадюша, да, там, ну все эти, знаешь, люди, да, Марик. Извини, Марик. Но ты тоже люди. Дружба дружбой, но истина дороже. Выдумывают что-то там, да-да-да, делают там пиццу, че-то-да-да. А зачем? Вот зачем? Во-первых, чревоугодие. Это грех. Да. Плоти надо аскетично тоже держать. Смирение. В первую очередь смирение. Вот питаешься, вот ты съел простую еду, овощи, мясо, спокойно приготовил, сделал, съел. Я всегда так делаю. И сегодня я вам покажу, что именно я чаще всего ем и как я это все делаю. Так что давайте мы приступим и посмотрим, что мы сегодня будем готовить, если можно так выразиться. Ребята, я вам скажу, по секрету Костяна даже ножи блять не наточены. Как он собрался это делать, я не знаю. Да той остроты я имею ввиду. Так что тебе придется в Олеге подождиться. Возьми, мне кажется, ты не с того начал. Нет, нет, это вторичка уже. Нет, подожди. А, давайте посмотрим, что у меня вообще в холодильнике. Дай его так на гвейтреке. Да, вот я большая, значит, здесь. Вода. Вода. Это очень важно. Вода. В первую очередь вам понадобится вода. Чистая артезианская вода. Желательно, чтобы она была у вас во дворе. Потому что нужно будет тогда покупать. Это дорого. Сейчас кризис, денег ни у кого нет. Пусть она лучше бежит прямо вот такая вот вода. Так что, это самый главный ингредиент сегодняшней нашей, как бы, будет. Что-то маловадо, там водички. А у меня еще там есть. А, есть, да? Запасы. Так, а там что? Обзор холодильника. Хлеб. Хлеб, который я не ем. Хлеб. Сейчас взяли. Хлеб. Сок-запивка. Сок-запивка. Шоколад горький. Я его ем по долечке, по маленькой. Потому что... Ну, как летчикам выдают там или... Мастер-циклин. Горчица. Пять яиц. Блин, ты как спартанец. Да я не говорю, спартанское его совершенно вещи. И все эти, как бы... Я хочу объяснить, что вообще нужно и как. Мы имеем огурцы, помидоры. Все очень просто. Из этого будет сделан салат, который будет включать в себя огурцы и помидоры. Он как называется? Овощной был? Салат овощной. А у тебя лук есть? Лук есть. И луковицу добавлю. Маслом покрапиваю. Простеньким. Очень вкусно. А у вас какой-то растительный или лифтовый? Да, запашистый. Растительный, ну, такое, с ароматом. Кусок мяса. Говядина. Непременно говядина. Непременно говядина. Можно телятину. Ну, можно и свинину. Да, говядина, это тоже говядина. Не, ну, она мягче, то есть, как бы. Ну, так и... Жозная. Вот, его мы просто сварим, без ничего. В воду зальем и сварим. А варить будем вот в этой вот мультиварке. Ооо. Мультиварка Panasonic. Да, Panasonic. 5 литров, да? Слушай, а что они тебе такое мясо подсунули с жилой? А другого нету. Вот это вот жилой, это нагал, блядь, жилой. Ну, отпускай, пофигу. Можно ее не есть же, жилу-то. Картошку варю. А, да, кстати. Картошку надо варить в кожуре. Ага. По двум причинам. Две причины. Значит, первая причина, потому что лень чистить. Это самая главная причина. Да, и главная. Вторая причина. Такая же, как у свеклы. У свеклы. Ее же варишь не очищая, чтобы полезные свойства не уходили в воду. Если картошку почистить, и обжарить, или сварить, то полезные свойства многие уйдут. А так, во-первых, и полезные свойства не уходят. И лень чистить. И в кожуре, кстати, тоже есть полезные вещества. А ты в курсе, что многие люди в кожуре едят? Да я ем в кожуре. Что значит многие? Я ем в кожуре помыть ее, и все, и отварить. Можно ездить так, можно так. Как угодно, как бы. Ну, эти-то жилы-то срежь. Зачем? Да зачем? Не надо нахер их связать. Я больше дольше связать буду. Берешь. Ну, куски должны быть. Ну, такие средние, короче, какие-то. Такие, чтобы за час, я сейчас поставлю. Слышь, а почему, когда мясо режешь, что-то напрягаешь? Почему ты язык так высовываешь? Потому что, блядь, мясо, ну, режу я. Нервничаю, да? Нервничаю. Да потому что оно, оно действительно жилистое. Подсунул тебе, блин, чебуретно. Надо было сказать, что меня знаешь. Он бы тебе нормально подсунул. Там два куска было. Да, я бы заначки вытащил. У них там заначки есть. Значит, в общем, ты был там. Ну, так я зашел, когда ты уже покупал, блин. Они, блядь, вот знаешь, не знают. Они мне знают. Они незнакомы, продают фигню, блядь. Они незнакомы и кости продают фигню. Ну, а что подсунул? Ну, а что? С этим полковником бухаем, блядь. Он чеешь. Ну, сидим, короче, разговариваем, блядь. Он недавно с женой развелся, блядь. Говорит, блядь. Блядь, беду напились. Он, блядь, он, блядь, он говорит, блядь. Блядь, я говорю, ты че бабу себе не донешь? Он говорит, да, блядь, вот ты с женым че там несся. Я говорю, да ты че за хрень-то, блядь? Он, да есть еще одна проблема, говорит. Я говорю, какая? Ну, у меня, говорит, пиписька сильно большая. Я говорю, сколько она? 27 сантиметров, блядь. Я говорю, ну-ка, нахуй, доставай, блядь. Ну, сука, не достал, блядь. Так что такая вот хуя, блядь. Хуй сильно. Потому живет один, ебаный. 27 нахуй, охуя, блядь. Ну, я не знаю, мне кажется, бред, да, блядь. Так, ну че, где стопки, косяк? Слушай, как так 27? Че это? Ты че чисто представил тебе эти пески, блядь? Да, это много, да, в самом деле. Так что, девчонки, кто смотрит канал Михайловичем, блядь, пишите, если интересно, могу телефончик подкинуть, да. Поедете в гости, блядь. Ты лучше ко мне направляй, я не знаю никаких полковников. Слушай, кого? Полковников тебе направлять? Вот это, где собака зарылась. А я тут думаю, Костян, почему ты не жилишься, надо. Полковника ждешь. То есть, ты ждал его, да, всю жизнь его? 27 гигантом. Костя, скажи, 27-то на дороге не валяй. Ну все, Костян, пиздец тебе в комментариях. И заметьте, без водки. Заметьте, ведь можем же без водки шутить? Можем? Конечно, конечно. Да нет, шесть сделаем. Пять хватит. Ну ладно. Пси, я варю. Ну я на шнырёвском этом, подхватить, блядь. Помил тебе эти огурчики. На шнырёвском. У нас шнырей нету, все шныри на канале Рэдисон. Да. Огурцы, помидоры нарезаю, складываю в тарелку. Да, ты показывай, как нарезаешь, ромбиками, кругляшками там. Нет, ну я разрезаю огурец по вдоль и потом вот так кирачиваю. Полукольцами? Полукольцами. Полукольцами. Это я режу. Можно, некоторые ещё делают, нахуй, ещё на четвертинку. Ароматная, блядь. Живая еда, блядь. Видите, ребят, как я сидел. О, ещё эту ссылочку, блядь. Сейчас мы её гусенько сорвём. Специалисты были в своё время. Опа. Да, что-то слышали, оно подсолнечное, не рафинированное. Да, да, именно. То есть ты такое любишь, да? Да. Ну вот капуста солёненькая, квашеная, с таким маслом, вообще сладко. Под водочкой у меня есть, кстати, баночка дома. Удачно получилось. Вот так вот тоже полукольца. Так, Костян, ну что у тебя на выходе-то получится? Салат, картошка. Салат, картошка, мясо. Водка, понятно. Ну вот это-то ещё хуйню можно сделать. Можно и не делать. Пока, слушай, пока убери. Цеплён, запускай. Цеплён будет не фикантно. Надо будет, мы пожарим. Да, быстро пожарим. Просто если он разбороется, поразилку убери, пожалуйста. Потому что это уже лишнее, по большому счёту. Всё должно быть очень просто. Соль. Соль, спички. Ну, я немножко посолю. Харе, ты куда, блин? Где-то столько соли. Перец, перец у меня... Я, короче, с таким масочным перцем сейчас поперчу. Это горошком, что ли, где? Да нет, ну... Гвоздик. Горошком. Горошком. Ой, не могу я. Во. Слушай, ну и закуска вообще такая. Это и... Это как называется? И охота, и животных убивать не надо. Это и закуска получается, и... И еда. И еда. Ну, блин, два в одном. Немножечко. Давайте, накатывай. Давайте, подожди, давайте. Михалыч хлебом, может, Михалыч хлеб захочет. Будешь, Михалыч? Сброшь векской колбасой. Нет, давай, я хлебу дам. Ну да. Ну и что, и как перемешивать? Всё, перемешиваю вилкой. Можно руками перемешать. Как я тебе это вилкой перемешивать-то буду? Да. На, Михалыч. Ага, спасибо. Перемешал, или можешь не перемешивать. Если кто не хочет, перемешивай. Слушай, а ты не давишь помидоры? Не, не давлю. А я вот наоборот, когда мешаю, то жлю. Будешь готовить сам, подавишь. И сегодня я. Знаете, почему Броншвейгская? Почему? Потому что Ленин любил галстук в горошек. На всех картинах. Вот, видите? У Ленина галстук, как Броншвейгская колбаса. Да, никогда не обручал на него. А у него постоянно галстук в горошек. Да, на всех картинах. Давай, хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Эй, ла-ла-лей, да? Веселуха, пить. Веселуха. И ведь трезвый. Ну, ахули, еркли. Не, не трезвый, мы что поступаем. Учитесь, учитесь, сынки, еркли. Трезвый, блядь, и навеселее. А вы сейчас наживитесь рогами в землю, блядь, и пиздец, на. Ладно, все, хватит. Ну, что, ребят, думаете, это одна бутылка? Да, нихуя, у него там четыре, блядь. А как-то уже все видели этим. Да, так что. Ну, ладно, поехали. Погнали, все. А сейчас еще, не дай бог, блядь, вдруг в гости полковник придет. Так, блядь, вообще. Костя, он поперкнулся, блядь. Как приставил, блядь. Давай, что греешь, блядь. Давай, замахивай. Мало пидоров в комментарии пишут. Еще, блядь, отсюда все. А что, пишут, да? Пишут? Ага. Что-то пишут. Пишут, да? Я не читаю правду. Пусть нахуй пишут. Делать нечего, пусть пишут. Пусть пишут или не отписываются. Дизлайки ставят. Отписываются. Идите нахуй, короче. Я замен. По сути, один раз. Один единственный раз, когда... Втроем выпивали. Это было 29 октября. На следующий день... Так, а с ноября, рекабрь, январь, январь, ну, блядь, вот, три месяца. Единственный раз мы выпили втроем все. Ну, нихуя, у меня скоро день рождения, ну, так что, блядь. Ну, когда скоро, блядь, через месяц и неделю. Там сразу можно 23-е зацепить и 26-е, блядь, у меня 26-го день рождения. Так, чтобы... Высокосный курс, в этом же году высокосный, да? Да, вроде как. Вроде бы высокосный, так что, блядь, вот, можно зацепить. Ну, а посмотри, какое 23-е, если, допустим, если, допустим, 26-е выпадает, допустим, на выходные, то... Я сейчас скажу, это в пятницу. 26-е? Да. О, вот. Ну, мы точно будем широко отмечать, да? С широкой душой. 38-летие. Да, мне 38 будет. Ты вообще, блядь, салага. Ты вообще салага. Это вообще разговаривает. Все, давайте, короче, всем, ребят, пока. Ну, пусть эти алкаши. Железный Феликс, Джинский и Реймонд. Да. Остаются, блядь, даже. Это масло, мясо у тебя, картошка не выбежит? Ничего, ничего, все будет хорошо. Ну, все, давайте, все, пока. А, ты сверху сейчас заглажешь. Ну, все, давайте. С тяжелым сердцем и провожаем вас. Все, давайте, счастливо, пока. Пока. Счастливо. Пока-пока. Вот, ушел. Ушел хороший человек. А мы? А мы никому не нужны. Подожди, дай, опять проведу. Ну, может кто-то. А пойдем, кстати, вот эти тоже кое-что покажу. Проведешь тоже. Вот, просто подарили когда подарки, соответственно, я хочу сказать, что я им преиспособил места. Вот, барабан, вот, земноводная, ну вот книги, которые мои самые любимые. Вот фляжечка, вот паук и вот благодарность уполномоченного по правам человека в Красноярском крае за систематическое выступление в средствах массовой информации о деятельности уполномоченного по правам человека. Слушай, ничего себе. Да, благодарность отжмаков. Такого знаешь, наверное, даже. Отжмаков. Отжмаковаешься? Да. Отжмаковаешься. Ну, и я думаю, что сейчас надо тоже приятную музыку включить, ренил. Вот. Ну, сегодня, наверное, не знаю, не Абба, а вот именно мой любимый поэт Константин Рябинов. Он же и музыкант, группа Кузьма и Виртуозы. Ну, Кузьо Орд и Виртуозы. Вот, в прошлом году вышла замечательная пластинка, которая называется Sancta Simplicitas, что в переводе с латыни «Святая простота». Вот. Пластинка вышла в Канаде у него. Я ее заказывал в Москве, пришла она мне в Красноярск. Очень сложно она до меня добиралась. Вот, кстати, обложка. Поскольку я заплатил максимальную сумму на крауфайдинге, обложку разрисовал лично автор. Лично автор. То есть, вот, все, что здесь вот это, прекрасные вот эти вот узоры, это все именно авторское вот художество. Вот, я хочу включить сразу вот эту пластинку, в общем, первая песня называется «Говна пирога». Хотел пошутить «Говна пирога», так она действительно… Да, «Говна пирога» первая песня. Ну, идем туда, он здесь будет играть, а потом пойдем туда. Картошка вроде как сварилась. Сварилась-ся. Сварилась-ся. Вот, смотрите, картошка в кожуре и ничего лишнего там нет. Там только вода соленая и картошка в ней. А, ты в соленой воде, да? Да, соленой воде. Ну, я под конец посолил, ну, что ее, когда валишь, и не солят, как бы, да. Под конец посолил, чтобы кожура была соленая, потому что я буду ездить ее с кожурой. Откладываем ее. Так. Ох ты, ты посмотри-ка. Какая она, какая картошечка-то, а? Нажористая. Нажористая, беленькая такая внутри, хорошая картошечка. Вот так вот ее немножечко, чуточку. Чтобы остыла немножечко. Да, чтобы остыла, да, исключительно. Потому что если она остынет так, можно ее просто кусать. Что-то уже мне очень нравится. Ну, и одну не разломай. Одну не будем разломать, да, пусть она так остывает. Да. Мы сейчас это сделаем с пастницем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пахучим маслом подсолнечным. Постным. Постным. Маслицем постеньким покрапишь. Очень вкусно. Это из службы товарища. Да? Да. Ну и подсолить чуть-чуть. Ой, вообще замечательно. Я сейчас как Максим много-то не солей. Да, он, я вам ничего не понимаю. Вот. И подается на стол. В горячем виде. В горячем виде, да. Можно и в холодном, кстати. Просто в горячем она как бы вкуснее. После этого наливается водка. Одна картофель у нас остается здесь. Это очень важно тоже. Потом поймете почему. И закрывается. Ну, чтобы она пропарилась хорошо так. Со всех сторон паром картофель нам тоже отдавала ее. Потом над этой картошкой можно подышать. Да, да, подышать. И очень хорошо для вот этого всего дыхательных путей. И так сказать профилактика простуды и прочее, прочее. Сплошная польза. Короче, для всей этой пульмонологии. Пульмонологии. Совершенно верно. Пульмонологию. Вот за пульмонологию-то мы и выпьем сейчас под горячую картошечку. Зашла? Вот так. И вот теперь вот это. Мгновенно вот эту штучку. Вместе с кожурой. Вместе с кожурой. Ммм. Ха-ха-ха. Ммм. Ммм. Сейчас еще миско подойдет. Ммм. Няжно, слезы радости. Слезы радости. Совершенно верно. Понюхай. Ну, слушай, ты приправ туда добавил? Немножечко. Ну, слушай, ну они ароматистые такие. Здесь, короче, мясо, вода артезианская со двора. Две этих лепестка лаврушки, листика. Пол луковицы. И приправа, обычно универсальная приправа. Вот я так, ну, где-то там, наверное, мукет-приправку посыпал. Ну, чуть-чуть посыпал. Ну, все. Поперчить уже, я поперчил, но можно будет еще немножечко поперчить, потому что перец должен быть свежим, душистым. Теперь у нас получается три блюда. Три блюда, да. Холостяцкого такого ужина. Да, мощнейшего. Вот я его так, глайд-реком проведу. Да. Для того, чтобы есть говядину, необходим нож. Потому что им оперировать. Потому что его надо, да, порезать, как бы, было, да. Ну, оно действительно такое, ну, ничего не поделаешь, как бы, мясо. Ну, я вот такие мелочи, на то, что оно жилистое, я вообще никогда внимания не обращаю. Мне глубоко срать хотелось, как бы, на все эти нюансы, как бы. И поэтому, ну, оно вот, это просто вареное мясо, и больше ничего. Как бы, дальше уже оперируйте сами. Можно, так сказать, его немножечко горчицей захерачить. Можно и не херачить его. Можно подсолить, можно подперчить. Факт тот, что без мяса никак. Вот никак без мяса. То есть человек должен есть мясо. Вегетарианцы, вот тоже говорил Спаса Хукотский, что не ест. А это все неправильно. Надо есть мясо, потому что требуется организм. Мне кажется, у людей, от того, что у нас очень все хорошо в кадре, может голова кругом пойти, и они пойдут, этого же всего сделают, наварят. Правильно. Я чего добиваюсь. Именно этого и добиваюсь. Возьму бутылочку, наварят все это сделаю. Вот, смотрите, да, картошечка. Ну, скоро. Слушай, ну и получается, что по бюджету. Давай вот посчитаем. Огурцы, помидоры, сколько они там приблизительно? Ну, в сумме я на это все потратил. Это половина только. То есть половина-то в холодильнике осталась. 150 рублей, то и другое. Ну, считай, 75 рублей. Ну, это 75. Ну, лук еще там с маслом. Ну, по максимуму сотка. По максимуму. Вот это вот сотка. Мясо. Мясо подороже. Мясо у меня выкинуло 700 грамм на 370 рублей. Вот. И мы его все сварили. Все сварили. То есть 370 рублей. Но это не означает, что я сразу это все сажу как бы, да? Ну, конечно. Это же я потом завтра поем, да? И всегда, когда прихожу с работы, это все сделал. Это означает, например, что я поем еще и завтра, и послезавтра поеду. То есть 370 плюс 100, 470, да? Картошка. Она стоит, по-моему, 60 рублей килограмм. Мы сварили 4 картофеля всего. То есть где-то, ну, грамм 400 может быть, там, каждый по 100 грамм где-то так. То есть это 60, 20, ну, там даже и считать не стоит, как бы. Это где-то, ну, 30, ну, скажем, 30 рублей, да? Короче, 500 рублей. 500 рублей, вот это все. И это не на один раз. И ты поешь, и потом еще раз поешь, и еще раз поешь. Вот. И поешь очень вкусно, сытно, со всеми витаминами. Самое главное, полезно. И полезно, да, полезно, как бы. Да, ты не какой-то там, знаешь, купил там. Вот я говорю, полуфабрикат. Вот у меня они лежат и лежат, как бы, просто. Они могут быть, как бы, востребованы, если мне вот как-то надо быстро пожрать и куда-то еще бежать. Тогда, да, я вот эту заборозку раз херачу, как бы за 10 минут все, я готово, я поел. Тоже овощное там или какое-то еще, вот это все дела. Вот. Ну, а так, если я прихожу домой спокойно, все могу сделать, то я вот это все делаю и ем за 500 рублей, знаете ли, 3 дня. 3 раза ужинаю. И все, вот 500 рублей потратил и 3 раза ужинаю полноценно с салатом, с картошкой и с мясом. Почему с мясом? Да, с мясом, ну, нормальный кусок мяса. Чего, я сварил его и съел, как бы. Жарить это, как бы, тоже, ну, это не очень хорошо. Просто я слежу за питанием. Ну, когда жаришь, это, ну, как бы, это вреднее. Жарить вреднее. Отварить это гораздо более полезно. И еще я сейчас одну вещь покажу. Просто я сегодня уже не стал заморачиваться. На всякий случай, вот обратите внимание, сколько у меня круп. Ага. То есть у меня совершенно разные. Есть смеси круп. Например, у меня есть, как бы, здесь, значит, гречка и... Сечка. Сечка. Гречка и сечка, да. Ну, вот это вот в армии, так это перловка, да, перловая крупа. Дальше у меня просто гречневая крупа есть. Я люблю сварить пакетик. Гречневая каша обычная. Вот. Обязателен всегда у меня горох. Обязательная клетчатка. Это вот... У меня, кстати, вот посмотрите. Раз. Раз горох. Два гороха. И еще там вот три и четыре гороха. Потому что я его постоянно еху. Потому что я живу один, и окружающим не важен этот воздух. Ну, вот такая еще есть крупа, как бы, у меня зерно. Крупа-дружба. Да, крупа-дружба, как бы. Здесь тоже смесь круп, рис и пшено. Вот. Вот такая вот у меня есть штука. Тоже пропаренные крупы, удобные в пакетиках варки. То есть здесь тоже есть и чечевица, и вот все вот эти вот дела. Очень сытно, очень вкусно. И опять-таки маслицем-послицем покрапить. Очень вкусно. Ну, очень вкусно, да. Хлеб я не ем. Ем вот такие хлебцы бородинские. Если уж я захочу что-нибудь там. Ну, я колбасу тоже не ем. Ну, бывает, захочется покрыть, как бы. И вот такой вот хлебцы бородинские, в принципе, вполне себе приедем. Вот. Я просто, к чему это все говорю, вот тоже думаю, тоже толстый, да. Я просто очень сильно склонен к полноте. И чтобы как-то именно, ну, не разжиреть там, да, не виблических размеров, я вынужден, не вынужден, а мне это даже достает удовольствие, питаться именно вот в таком режиме. Ничего жареного, овощи, каша, крупы, как бы, да, ну, просто и все вареное, только вареное, как бы. Если что-то горячее, то мясо, крупа, картошка, она только отварная. Почему я говорил, последняя картошка, она должна быть последней. Потому что достаешь последнюю картошку и кладешь сюда. Вот и весь фокус. Вот и весь фокус, да. То есть, как бы, и потом уже тебе легче уже становится жить. Ребята, а у меня настал тот момент, когда я начал искать работу и потихонечку нахожу. И я скажу так, что какая-то граница в том плане, что человек жил с Ютуба, а сейчас ищет деньги где-то сторонние заработками, она пройдена. То есть, там, вот, иди на работу, устраивайся на завод. На завод, понятное дело, я устраиваться не буду, потому что там снимать нечего. Да, заводов нет. Да и заводов у нас же нет. А заработки я ищу. И причем у меня ситуация сейчас серьезная. Я, сейчас мне начнут там, о, да ты что-то там ноешь там, или что-то. Я не ною, я вам, как, сказать, как субъект этого канала, я вам рассказываю, что у меня происходит. Происходит, конечно, полная херня. Заработками по Ютубу, которые упали в 4 раза, в 4, не просто там, я не знаю, там в 2, а в 4 раза заработки с Ютуба за январь упали. Я предлагаю на этой лирической ноте, Костя, закончить наше сегодняшнее вещание. Пожаловался людям на жизнь, ну и, ну и хорошо. Да и хорошо. Потому что, Костя, понимаешь, вот, когда я сюда приехал в Москву, да, о, деньги там с канала, там, о, да ты вообще от жизни отбился. А сейчас, наоборот, денег нет ни хера, и покажу, как вот люди выживают в Москве. Совершенно верно.